А что вы будете есть и пить в новогоднюю ночь? Можете не рассказывать, потому что статистики и так все посчитали. Ну, по крайней мере, измерили общую температуру по стране. Итак, самым популярным новогодним блюдом традиционно являются мандарины. Более 70% опрошенных планируют поставить их на праздничный стол. Примерно столько же приготовят салат оливье, половина жителей сделает селедку под шубой. Самая удивительная и приятная тенденция – это рост популярности безалкогольных напитков. Больше 30% опрошенных заявили, что в новогоднюю ночь пить не будут. Я вот тоже собираюсь провести первые несколько часов Нового года за рулем, так что ни-ни. Детское шампанское ведь никто не отменял. О красноярских цифрах расскажем прямо сейчас. Поговорим с Анастасией Прохорчук и ее гостей. Здравствуйте. Добрый вечер, Екатерина. До Нового года осталось 5 дней. Это значит, что пора задуматься о том, какие продукты мы будем накрывать на новогодний стол. И сегодня у нас в гостях помощник руководителя Красноярситата Ольга Ефимова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, сколько же жители края красноярцы потратят на новогодние продукты? Конкретной методики расчета стоимости новогодней корзины нет. Но можно рассчитать стоимость условного набора продуктов питания. Стоимость новогодней корзины по ценам ноября 2013 года составила 3739 рублей, что на 7% больше, чем в прошлом году. То есть можно сказать, что немного, но цены все-таки возросли. Немного, да. Скажите, а на эту сумму какие именно продукты и сколько смогут купить жители края? Это полкилограмма сырокопченой колбасы, столько же мяса копчености и рыбы, 200 грамм икры, без нее и новогодний стол, не стол, сельдь, 1 килограмм курицы, говядины, полкилограмма сыра, овощи, хлеб, полкилограмма шоколадных конфет, торт, полтора килограмма фруктов, а также напитки. То есть торт на нашем столе обеспечен нам? Будет. Я насчитала всего 25 продуктов, правильно? Верно. И расчет сделан для празднования тихого семейного Нового года, для семьи из четырех человек, где трое взрослых и один ребенок. Скажите, а есть ли продукты, которые возросли в цене или наоборот подешевели? Да, это уже известно. Наибольшими темпами роста цен отличились такие продукты, как икра, сыры, масло сливочное и помидоры свежие. Но подешевели куры почти на 15%, бананы на 8% и огурцы свежие почти на 3%. Спасибо, Ольга, за такую полезную и по-настоящему новогоднюю информацию. Я думаю, те, кто не закупился, обязательно примут ее к сведению. Мы с вами увидимся в наступающем году. Всего доброго, с наступающим. Спасибо. А вы не приключайтесь, потому что НЭП продолжает.